Пандемия продолжает оказывать негативное влияние на рынок арендного жилья в США. Из-за потери доходов миллионы американцев в скором времени могут остаться без крова над головой. Многим уже начали поступать уведомления о выселении. С какими проблемами столкнулись владельцы арендного имущества, расскажут наши корреспонденты. Спящие на ступеньках Капитолия люди далеко не бездомные. Это группа протестующих против прекращения действия моратория на выселение из арендного жилья. Во главе с конгрессменом Кори Буш. Подумайте о людях, которым некуда пойти. Я на личном опыте знаю, каково это. И мы, как законодатели, должны остановить это. Мы должны сделать все, что в наших усилиях, чтобы положить конец человеческим страданиям, а не подливать масло в огонь. Однако старания демократа от штата Миссури не увенчались успехом, так как представители партии не смогли договориться со своими коллегами-республиканцами, и предыдущий мораторий закончился. По последним данным, почти 7 миллионов американцев в июне задержали арендную плату, и более половины из них могут выселить в течение ближайших двух месяцев. Я не знаю, что буду делать. У меня нет никакого плана. Мне дали три недели. Они хотели выселить меня через шесть дней, но я попросил дать немного больше времени. Я понятия не имею, где буду жить после. Центр по контролю и профилактике заболеваний поддержал американцев, рискующих остаться на улице. Эпидемиологи ввели новый мораторий на выселение из арендного жилья, объяснив решение антиковидной мерой. Запрет коснется примерно 80% округов с высоким уровнем заражения штаммом Дельта. Это отложит проблемы должников до 3 октября. Американские законодатели отмечают, что только 3 миллиарда долларов, выделенных ранее на помощь арендаторам, дошли до своих адресатов. Тогда как на федеральном уровне на это выделили рекордные 46 миллиардов. В Белом доме призывают местные органы управления ускорить распределение средств. Ну а должникам остается надеяться, что обещанные деньги поступят на счета владельцев недвижимости раньше, чем придется выселяться. Амир Хайдаров, Хабар-24